Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. Меня зовут Эмили Ахмедов. Я ведущий научный сотрудник и профессор Московского физико-технического института в Долгопрудном. Сегодня я расскажу про теорию относительности. На самом деле теории относительности есть две. Специальная теория относительности и общая теория относительности. Специальная теория относительности была создана где-то к 1905 году, а общая теория относительности, ну, наверное, надо считать 1916, возможно, 1919 году. Обе теории как бы достаточно сильно повлияли на наше представление о том, как устроен наш мир и перевернули представление людей об этом. Поэтому надо обсудить, в чем суть. Начнем, по крайней мере, с простой вещи, со специальной теорией относительности. А общая теория относительности, возможно, будет надо обсудить дополнительно. Давайте начнем просто с обычной вещи. Вот известно, в школе большинство людей проходит механику Ньютона. Возможно, кто-то даже помнит второй закон Ньютона, что если на тело действует какая-то сила, то оно получает ускорение. Ускорение определяется пропорционально силе, то есть чем больше сила, тем больше ускорения, и обратно пропорционально массе. То есть чем больше масса при данной силе, тем меньше ускорение. Этот закон позволяет описывать большинство механических явлений, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. Как то там, полет самолета, как едет машина, плывет корабль и так далее. В каком смысле? Вот для того, чтобы полет самолета описать, ну или даже лучше проще полет спутника, как ни странно. Там меньше всяких обусловленностей, поэтому проще в некотором смысле описать полет спутника. Зная, какие силы на спутник действуют, мы можем описать количественно, то есть числами, где, в какой момент он будет находиться. То есть его положение в каждый момент времени и так далее, с высокой точностью. Значит, для того, чтобы это сделать, нужно знать геометрию. Соответственно, нам нужно ввести какую-то координатную сетку, то есть какие-то координаты. Грубо говоря, например, представить мысленно, что в центре Земли есть какая-то координатная сетка, у нас есть три координатные оси. Одна направлена там в одну сторону, другая направлена перпендикулярно ей в другую сторону. И третья направлена еще куда-то перпендикулярно первым двум осям. Ну, например, в сторону каких-то звезд на небе, в принципе, можно так представлять. Описывать положение спутника можно, ну вот он находится, скажем, в какой-то момент времени, 25 января 2010 года, в 16 часов 54 минуты 10 секунд над, я не знаю, Москвой. Как это описать? Ну, он же не просто над Москвой находится, он на какой-то конкретной точке Москвы находится. Ну, значит, нужно сказать, что вот по одной из осей он находится на таком расстоянии от центра Земли, по другой оси на таком-то расстоянии от центра Земли, по третьей оси на таком-то расстоянии от центра начала координат. Где находится центр Земли Чтобы это все описывать Количественно, нужна формула Как ни странно, тоже нам известная Со школы, это формула Возникающая в теореме Пифагора Это формула, которая позволяет Вычислять расстояние Мы обычно теорему Пифагора используем на плоскости То есть, если у нас есть Какие-то координатные выси на плоскости Ну, например, у нас есть участок Там, я не знаю, сколько-то там соток У него есть какой-то угол Мы возьмем в этом углу Начало координат, пустим одну ось вдоль Одной границы участка, другую ось вдоль Другой границы участка, пусть участок прямоугольный И мы можем считать Сказать, что точка находится, например В 15 метрах от начала координат В одной оси, в 20 метрах От начала координат вдоль другой оси И, например, нам нужно посчитать Длину какого-то там отрезка Потому что дом расположен не прям по периметру А как под каким-то углом Вот у него фасад под каким-то углом расположен Вот мы знаем положение точки Одного угла дома, другого угла дома И как мы считаем? Мы считаем длину проекции этого фасада дома на одну ось Длину проекции фасада дома на другую ось Квадраты этих длин в сумме дают квадрат длины фасада дома Так вот мы можем просчитать, как построить дом Такими же формулами пользуются для того, чтобы определить, какое расстояние пролетел спутник От такого-то момента к такому-то моменту Для чего это нужно? Зная это все, мы можем для спутника действовать в некотором смысле в обратную сторону Мы знаем, какие силы на него действуют Что заставляет его двигаться таким-то образом И, соответственно, преодолевать такие-то расстояния в таких-то направлениях и т.д. и т.п. Так была устроена механика Ньютона Ее использовали до того, как появились спутники Ну и сейчас до сих пор использовали для описания движения планет в Солнечной системе количественно Но дело в том, что и планеты, и спутники, как это ни странно звучит, двигаются достаточно медленно Они двигаются быстро по сравнению с тем, к чему мы привыкли Они двигаются сильно быстрее, чем мы бегаем или там ездят автомобили и даже летают самолеты Но они сильно медленнее движутся, чем скорость света И поэтому их можно описывать, их движение можно описывать в рамках механики Ньютона Если по какой-то причине что-то движется со скоростью сопоставимой, со скоростью света А такое встречается, например, элементарные частицы в космических лучах Или теперь уже на ускорителях Они бывают двигаться со скоростями очень близкими к скорости света И их уже при помощи закона F равно MA нельзя описать их движение Вот говорят, что закон F равняется MA, это второй закон Ньютона Он возник из эксперимента Вот в этом смысле он и возник, что при помощи него согласуются, если воспользоваться этим законом И описывать при помощи него движение планеты, потом спутников, кораблей, самолетов и так далее То он прекрасно описывает их поведение Меня зовут Эмиль Ахмедов Я ведущий научный сотрудник и профессор Московского физико-технического института Который расположен в городе Долгопрудном И сегодня я рассказываю про специальную теорию относительности Значит, вот оказалось, что специальная теория относительности Пресказывает, что ситуация немножко сложнее, чем в механике Ньютона Мы в механике Ньютона одновременно измеряли расстояние в пространстве А отдельно измеряли время То есть мы считали, вот за такое-то время спутник преодолел такое-то расстояние Двигался по такой-то кривой с такими-то характеристиками и так далее А в механике специальной теории относительности оказывается, что нету отдельного расстояния в пространстве И отдельного измерения времени А есть единое расстояние в пространстве и во времени Нельзя отдельно измерять время и нельзя отдельно измерять расстояние в пространстве А нужно измерять расстояние в пространстве и времени То есть нужно говорить не о точках в пространстве, а о так называемых событиях в пространстве и времени То есть вот есть такой единый пространственно-временной континуум То есть это пространство плюс время Причем под временем в данном случае подразумевается не просто ось времени А ось скорость света умноженная на время Ну вот единая есть формула, которая описывает расстояние в пространстве времени То есть у вас уже отрезки не в пространстве, как вот фасад дома, а есть отрезки в пространстве времени Расстояние между разными событиями, что спутник находился в такой-то момент времени в такой-то точке пространства Потом в другой момент времени в другой точке пространства И нужно мерить расстояние не между точками в пространстве, а между точками и промежутки времени отдельно А между точками в пространстве времени Если принять эту, ну, формула известная, я могу ее озвучить, но как бы при этом понимания не прибавится, потому что ее лучше написать, увидеть, чем тысячу раз услышать. Она называется, она формулой Минковского, а не формулой Пифагора. Ну, в общем, там немножко сложнее устроен способ измерения расстояний. Вот если принять такой способ измерения расстояний, то поведение элементарных частиц описывается хорошо. То есть, вот экспериментально наблюдаемое поведение элементарных частиц описывается хорошо. В том же смысле, в каком поведение планет, Солнечной системы и спутников, искусственных спутников Земли описывается при помощи механики Ньютона хорошо. Тут есть несколько комментариев. На самом деле, все зависит от той точности, с которой мы хотим определять то или иное явление. Ну, например, вот механика Ньютона на самом деле не очень хорошо описывает, недостаточно для описания поведения спутников, если мы хотим измерять время не в секундах, а в миллиардных долях секундах. Зачем это нужно? Например, системы геолокации, такие как GLONASS и Global Positioning System, GPS, они определяют положение смартфона, приемника. Вот если рядом с вами нет никаких там зданий, на которых установлены антенны геолокационные, то единственный способ, как определить ваше положение, это относительно спутников, висящих над вами. Вот, оказывается, чтобы определить ваше положение в данный момент времени, необходимо четыре спутника, чтобы над вами висело. Ну, либо там сколько-то спутников, сколько-то геолокационных антенн на зданиях на Земле. Почему четыре? Потому что нужно определить, в какой момент времени и три ваших координаты. Ну, то есть в пространстве вдоль оси Х, вдоль оси У, вдоль оси З. Ну, или на поверхности Земли, то тоже можно обсуждать, как задать координатную сетку на поверхности Земли. Важно, что четыре определите. Нужно определять с высочайшей точностью, если вы хорошо можете измерять времена. Потому что как спутник определяет? Он определяет длительность, сколько времени шел сигнал от спутника до приемника. Зная это время, умножить на скорость света, вы знаете расстояние от вас до спутника. Зная четыре таких расстояния, вы можете задать четыре уравнения, из которых определить время, в которое на смартфон пришел сигнал с высочайшей точностью. И ваши координаты Ну, время вам не нужно, но по ходу дела вам приходится Определять время тоже сейчас Можно даже попробовать объяснить, почему Важно то, что время, которое шел сигнал от вас От спутника до вас Нужно определять с высокой точностью Потому что свет распространяется со скоростью 300, ну, почти 300 тысяч километров в секунду Соответственно, если вы время измерили с одной миллионной долей секунды То ваше положение будет определено с погрешностью в 300 метров 300 метров это очень большая погрешность Так геолокационные системы работать не будут Чтобы они работали точно Нужно определять время с точностью до миллиардных долей секунды На спутниках работают атомные часы И они действительно определяют время с точностью до миллиардных долей секунды А на смартфоне часы обычные Поэтому время прохождения сигнала Это что? Это время получения минус время излучения, да? Но время получения вы хорошо не знаете Часы не могут на смартфоне работать с такой точностью Но, однако, если вы знаете 4 времени на спутниках То у вас 4 неизвестных и 4 уравнения Из них вы можете найти 4 ваших неизвестных В том числе и время прихода на смартфон И вот при чем здесь теория относительности? При том, что если вы измеряете время хода часов Ну, ход часов с точностью до одной миллиардной доли секунды То вы видите, что они тикают по-разному В зависимости от того, с какой скоростью двигаются спутники В зависимости от того, на какой высоте они находятся В зависимости от того, вы чувствуете, что есть разность хода часов Связанная с вращением Земли и так далее и тому подобное Все эти эффекты, они столь малы, что сказываются только вот на таких точностях На одной миллиардной доли секунды Но как только вам приходится измерять время с такой точностью Вы это видите Соответственно, например, глобал... Да, и это то, что время по-разному тикает в тех или иных ситуациях Связано с тем, что я сказал вот про формулу Минковского Про измерение расстояний в пространстве времени Из нее следует, что в разных системах отчета Время тикает по-разному Но это как буквально такая же ситуация, что если у вас есть отрезок Он как-то расположен по отношению к осям Вы можете повернуть оси Проекция отрезка на оси поменяется Одна там станет больше, другая меньше Но длина отрезка при этом не поменяется Точно так же, если вы сделаете переход из одной системы отчета В другую систему отчета Это будет поворот какой-то координатной сетки в пространстве времени И проекции вашего отрезка, которые соединяют два события, поменяются Раз они поменяются, то может поменяться продолжительность времени и расстояние в пространстве Но полная длина в пространстве времени не поменяется Из этих всех эффектов складываются вот эффекты специальной теории относительности Такие парадоксальные, которые вот слышали, что по-разному течет время Но я такие слова говорю, по-разному течет время Это не совсем адекватное описание ситуации Просто у вас есть один и тот же отрезок Одна и та же кривулька в пространстве времени, по которой там что-то движется Проекции этой кривульки на пространственно-временные оси В зависимости от выбора системы отчета могут меняться И это выглядит как то, что время тикает по-разному В разных системах отчета Меня зовут Эмили Ахмедов Я ведущий научный сотрудник и профессор Московского физико-технического института Который расположен в городе Долгопрудном И сегодня я рассказываю про специальную теорию относительности Я рассказал более-менее какие-то простые базовые вещи И следствия из теории относительности Ну, несколько упомянул Безусловно, за то время, что у меня есть Я много упомянуть не могу и рассказать А исторически, в общем, теория относительности Возникла на рубеже 19-20 века После опыта Майкельсона и Морли Когда они пытались увидеть движение Земли относительно эфира Как они это пытались увидеть? Они пытались увидеть это через так называемый интерферометр Майкельсона и Морли Просто если свет — это какие-то возбуждения в эфире Это волна в эфире, в какой-то среде То, значит, она движется с какой-то скоростью Если Земля тоже движется относительно этого эфира То свету надо догонять Землю в зависимости от того Или, наоборот, навстречу движется, или под углом Они хотели увидеть это движение Земли относительно эфира Так называемой абсолютной системы отчета Относительно которой Земля, по идее, должна двигаться Так вот, они увидели, что такого движения нету Вне зависимости от того, в каком направлении Они свой интерферометр поворачивали Они не видели, что скорость света не отличается Вне зависимости от направления Но это было такое первое наблюдение, шокирующее для всех Ясное дело, что на данный момент таких наблюдений Ну, просто без преувеличения миллиарды И они все не буквально такие, а там с вариациями и так далее Мы многими способами видим то же самое заключение Которое сделали Микельсон и Морли на данный момент За сто с лишним лет существования этой теории Ну, так вот, это был шок После этого, значит, появились какие-то статьи Ну, там много людей работало Но такие вот ключевые результаты, считается Принадлежат Лоренцу, голландскому известному физику Также принадлежат Пуанкаре, известнейшему французскому математику Одному из величайших математиков, когда-либо живших на Земле Минковскому, Герману Минковскому немецкому физику и математику Ну, скорее, математику И последнее слово в этой теории было сказано Эйнштейном В том смысле, что он просто собрал вот эту совокупность наблюдений Которые были до него сделаны в одну теорию Сформулировал ее постулаты После чего получил все следствия В том числе те, которые были обозначены вот этими вот людьми И новые следствия В частности, получил вот эту известную формулу Что Е0 равняется МЦ в квадрате Я специально подчеркиваю, что я говорю Е0, а не Е Что это энергия покоя равна массе тела на скорость света в квадрате Что эта формула говорит? Она говорит о том, что любая масса – это энергия Но это не значит, что любая энергия – это масса Например, кинетическая энергия – это не совсем масса Но она может происходить из массы при перерождении энергии В частности, вот это вот одно из шокирующих следствий теории относительности Это связь между массой и энергией Казалось бы, это разные субстанции Разные вещи из-за нашего понимания природой Они связаны друг с другом в соответствии с этой формулой Мало того, что она, значит, появилась как предсказание Специальной теории относительности Ее использовали, эту формулу, для предсказания ядерных и термоядерных реакций После чего это было проверено То есть эта формула была подтверждена экспериментально В качестве дефекта масс в ядерных и термоядерных реакциях Ну, в смысле, через дефект масс Связь дефекта масс и кинетических энергий Что позволяет людям создать атомные электростанции Ну и, к сожалению, также бомбы атомные и термоядерные Соответственно, это вот, пожалуй, одно из первых следствий теории относительности Которые были доказаны не только экспериментально, но и технологически Другие следствия, это вот разность тиканий во времен Которые тоже экспериментально и технологически доказаны Ну, вот, технологически в использовании систем глобального позициирования Специальная теория относительности не менялась с тех пор Она описывает какой-то широкий круг явлений Включает в себя как составляющую механику Ньютона И электродинамику Максвелла Значит, то есть она описывает электромагнитные явления тоже какие-то Но она также как составляющая входит в общую теорию относительности В квантовую теорию поля и так далее В релятивистскую квантовую механику и в квантовую теорию поля То есть она получила развитие в виде более общих теорий То есть вошла в состав более общих теорий Все перечисленные теории, которые я сейчас называю Даже включая, наверное, квантовую электродинамику Они не только экспериментально подтверждены Они имеют технологическое применение То есть применяются в повседневной жизни В приборах, которыми мы пользуемся Компьютерами, мобильными телефонами GPS, этими навигаторами ГЛОНАСС-навигаторами Значит, это важная составляющая нашей повседневной жизни Чем мы пользуемся Не всегда отдавая себе отчет О том, какие вещи лежат в основе того, что мы каждый день используем Теория относительности заменяет механику Ньютона О каких бы телах бы ни говорили, какие бы у них размеры, массы не были Она заменяет механику Ньютона при очень высоких скоростях При скоростях, которые являются долями скорости света Ну, там одна десятая и так далее Ну, там можно даже посчитать просто В зависимости от ситуации Даже при движении автобуса В принципе, можно использовать в вычислении эффекта теории относительности Только они сильно слабже, чем другие эффекты, связанные с трением автобуса Автобуса в воздух и так далее Что их учитывать бессмысленно Но в принципе, если вы разгоните автобус до скорости, я не знаю, десятой доли скорости света То для описания его поведения придется использовать специальную теорию относительности Общая теория относительности, она заменяет специальную теорию относительности И механику Ньютона вместе с гравитацией Ньютона В тех ситуациях, когда у вас очень большие гравитационные поля Очень сильные гравитационные поля Что это значит? Значительно сильнее, чем, например, даже гравитационное поле Солнца Ну, например, в гравитационных полях нейтронных звезд Существенную роль играет общая теория относительности И заменяет, когда очень высокие ускорения Не скорости, а ускорения Она заменяет специальную теорию относительности Но, чтобы не было иллюзии Например, в системах геолокации в GPS и GLONASS Общая теория относительности тоже играет роль Потому что, если мы измеряем время на часах на спутнике С точностью до 1 миллиарда доли секунды Мы видим, что время на спутнике тикает по-другому Не так, как на Земле, за счет того, что он висит на другой высоте Более того, общая теория относительности играет роль также в движении планет Например, Меркурий не совсем движется по эллипсу Ну, вообще, все планеты движутся не совсем по эллипсу Они движутся по эллипсу только в каком-то приближении Если забыть про влияние других планет То есть, если рассматривать только Солнце и одну планету То она бы двигалась по эллипсу Но так как есть другие планеты, они влияют тоже на эту планету И заставляют ее двигаться не совсем по эллипсу Учитывать влияние других планет научились еще в XIX веке Даже в конце XVIII занимались этим Ну, то есть, на протяжении двух столетий этим занимались И вот увидели, что, несмотря на учет этих всех эффектов Движения Меркурия не могут описать хорошо А вот с учетом общей теории относительности Движения Меркурия описываются хорошо Но это одно из проявлений общей теории относительности То есть, она, в принципе, эффект-то слабый Но так как Меркурий, его орбита смещается Там, эффект накапливается за годы То за годы он становится существенным За сто лет это там какие-то угловые секунды Вот она как-то смещается Вот этот эффект не был учтен в рамках обычной механики Ньютона И гравитации Ньютона с использованием планет Нужно как-то ее было модифицировать Ну, вот общая теория относительности описала это явление Меня зовут Эмилий Ахмедов Я ведущий научный сотрудник И профессор Московского физико-технического института в Долгопрудном И сегодня мы говорили про специальную теорию относительности Лекции на Радио 1 Все области человеческого знания